Данный здравпункт расположен в этом здании на первом этаже, работает ежедневно с 8 до 18. Работают две медсестры высшей квалификационной категории без выходных. Оказать они могут помощь следующего характера. При острой головной боли, при повышенном давлении можно обращаться, при кишечно-желудочных расстройствах, при травмах, при каких-либо отравлениях, при нарушениях мозгового кровообращения, если есть острое такое состояние и любое легкое недомогание, сотрудник главка может обратиться в здравпункт, медсестры осмотрят, окажут посильную помощь. При необходимости направят на консультацию к врачу с поликлиникой больницы МВД, где уже будет точно поставлен диагноз, обследован и назначено лечение, которое в дальнейшем можно проходить, если требуется стационарное лечение, будет проходить в стационаре МВД, если амбулаторное, будет лечиться амбулаторно. Если назначение врача возможно выполнять в условиях данного здравпункта, сотрудники, которые здесь работают, в полном объеме могут выполнять эти назначения. Услуги, которые здесь предоставляются, они бесплатные? Все услуги, предоставляемые сотрудниками здравоохранения, все бесплатные, в том числе и в нашей больнице. В данный момент в здравпункте есть обезболивающие препараты, противовоспалительные, жаропонижающие, гипотензивные препараты, первой необходимой помощи. Дезиноксикационные препараты при определенных расстройствах, отравлениях. Помимо стационарного и амбулаторного лечения, сотрудники, национальная полиция, а также члены их семьи и дети, могут получать санаторно-курортное лечение в пансионатах, прикрепленных к МВД. Это семь пансионатов, шесть из них круглогодичные, один из них летнего периода. До летнего периода расположен в Одесской области пансионат санаторий Затока. Профилируется он на заболеваниях верхних дыхательных путей, опорно-двигательной системы, нервной системы. Помимо этого, санатории имеются еще следующие. Это санаторий Миргород, расположенный в Миргороде, профилируется на заболеваниях гастроэнтерологического профиля. Санаторий Перлына Прикарпатия, расположенный в Трусковце, также профилируется на заболеваниях гастроэнтерологического профиля, урологического профиля. Санаторий Кременцы, расположен в Ивано-Франковской области, город Яремче, в котором лечат заболевания верхних дыхательных путей, вегетососудистую дистонию, астенический синдром. Санаторий Южный Бух, расположен в Хмельниках. Основной профиль его – это заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания гинекологической системы, заболевания мужской половой функции, эндокринологические заболевания, сердечно-сосудистые и гипертоническая болезнь 1-2 степени. И также есть дом отдыха под названием Пуща Водица, расположен в городе Киев. И больница восстановительного лечения, Хутор Вольный, расположен также в Киеве. Хорошая в нем физиопроцедура – водолечебница, массаж, ЛФК, парафин, закирит, электропроцедуры. Все санатории профильные, кроме одного – это дом отдыха Пуща Водица, который имеет профиль именно как дом отдыха, а не санаторно-курортного направления. Остальные все идут профильные. Для них нужно иметь справку от врача формы 070, в которой будет указан, какой профиль санатория показан сотруднику. И помимо этого есть еще определенный перечень документов. Но основное – это, конечно же, показания для санаторно-курортного лечения, полученные от врача. Перечень документов. Для аттестованных сотрудников нужна копия служебного удостоверения, рапорт, справка с места работы, ксерокопия паспорта, ксерокопия ИНН, ксерокопия временно перемещенного лица, если человек временно перемещен. Для пенсионеров нужны копии пенсионного удостоверения, копия ветеранского удостоверения, копия участника-ликвидатора на Чернобыльской атомной электростанции. Для детей, сотрудников и членов их семей также нужны ксерокопии паспорта ИНН. Вот, в принципе, все заявление, естественно, уже, которое пишется на месте. Санаторное лечение рассчитано на 21 день, но можно брать 10 дней, если нет необходимости брать полную путевку. Летний период только в санатории Затока, остальные все в санатории круглогодичные. Оплата в процентном соотношении следующая. Для сотрудников, аттестованных и пенсионеров 25% от полной стоимости путевки имеют право воспользоваться раз в год. Для членов семей, как аттестованных, так и пенсионеров, 50% также один раз в год. Для госслужащих и вольно-наемных это 30% от стоимости путевки раз в год. Для участников АТО раз в год бесплатно. Вдовы погибших при исполнении, а также члены их семей раз в два года бесплатно. Могут воспользоваться данной путевкой. Для переселенцев есть какие-то особые условия? Кроме того, что нужно дополнительно предоставить справку, что ты временно переселенец, больше никаких. Оплата такая же, как и для аттестованных и для пенсионеров. Если аттестованный, работающий, то тоже 25%. Если пенсионер-переселенец, то тоже 25%. Это нужно подходить непосредственно к нам в больницу, в кабинет выдачи путевок и согласовывать это все с человеком, который занимается выдачей путевок. Потому что их не безграничное количество, выделяют некоторое определенное количество путевок. И сказать, сколько их выделено на данный месяц, это невозможно. Но минимум недели за две, за три. Потому что для того, чтобы оформить документы, собрать все справки, нужно определенное время. И чтобы сотрудник, который выдает путевки, тоже должен знать объем, какой необходим путевок. Больница с поликлиникой города Мариуполя расположена на улице Георгиевская, 70 и улице Новороссийская, 28. На улице Георгиевская расположен психцентр, стоматологическая служба, рентгенслужба и гинеколог. На Новороссийской, 28 находится стационарное отделение, представленное в виде терапевтического и неврологического, поликлиника, кабинеты электрокардиографии, военно-врачебная комиссия и лаборатория. В стационаре работают высококвалифицированные специалисты, как врачи, так и средний медицинский персонал. Лаборатория предоставляет следующий спектр услуг. Это биохимический анализ крови, клинический анализ крови, клинический анализ мочи. Любой сотрудник, работающий в управлении главка при легком, незначительном недомогании, может обратиться в здравпункт, расположенный здесь на первом этаже. Его осмотрят, померяют давление, оценят его состояние, окажут первую необходимую помощь. И в зависимости от тяжести его состояния, или отправят дальше работать, или если тяжесть будет настолько выражена, его отправят на дообследование в больницу, где он будет осмотрен врачом. При необходимости проведут исследование, электрокардиография, может сдать анализ крови, анализ мочи. Будет дообследован, поставлен диагноз и назначено ли соответствующее лечение. Все услуги, проводимые в нашей больнице, проводятся бесплатно.